Восьмимесячная Света Кудымова получила второй шанс на жизнь. Месяц назад мы уже рассказывали о том, что девочка нуждается в срочной пересадке печени и счет идет на часы. Найти донора было сложно вдвойне, а Света еще в роддоме отказались родители. Сеня Некрасова о том, как удалось сделать операцию. Ты же внимательно очень слушай, потому что все понимает. Диагноз несовместимой с жизнью Свете Кудымовой был поставлен сразу же после рождения. Атрезия желчевыводящих путей, проще говоря, печень девочки практически не работала. Спасти могла лишь пересадка. К счастью, время ожидания донорского органа оказалось короче, чем отведенный с подобным диагнозом срок жизни, длиною всего лишь в год. Она чувствует себя очень даже неплохо. И не только, ну вот так внешне мы видим, что она, помните, цвет был другой совсем. Вот. Ну и по анализам она вполне нас удовлетворяет по динамике положительной. Жизненно важного органа Света ждала с октября. Операцию могли сделать незамедлительно, пересадив часть печени близкого родственника. Но у малышки их нет. Мать отказалась от дочери еще в роддоме. Единственным шансом была пересадка органа умершего человека. Благодаря взрослой донорской печени удалось спасти сразу двух маленьких пациенток. Одну половину трансплантировали десятилетней Лизе. Она лежит в соседней палате. Вторую в восьмимесячной Свете. Это и счастье, и волнение, и возбуждение. И хочется при этом немножко отключиться, чтобы просто не создавать какую-то атмосферу волнения. И все равно невозможно отключиться. Ты все равно головой находишься в ней. В больнице Света пробудет около месяца. Сейчас ее жизнь вне опасности. Но трансплантация – это только начало. После операции необходим особый жизненно важный уход, обеспечить который смогут новые родители. Пока о Свете заботятся врачи и воспитатель дома ребенка. В развитии дети с пересаженной печенью от других сверстников мало чем отличаются. Ходят в детский сад, школу и живут полной жизнью. Сложность в том, что любое заболевание, будь то простуда или пищевое отравление, могут вновь вызвать патологию печени. Семья, наверное, сейчас это для нее самое главное. То есть вот этот пережить период реабилитации. И потом очень-очень много людей надеются на то, что она обретет любящих родителей. После реабилитации Свете придется вновь вернуться в дом ребенка. Там девочку ждут воспитатели, готовятся встречи. А главное – ищут семью, которая сумеет сохранить ее новую, вторую жизнь. Ксения Некрасова, Тимофей Проймин и Евгений Стриха. Пятый канал. Москва.